Впервые об открытии курчатовского класса в Черкесске стало известно перед началом нового учебного года. Это событие было приурочено ко Дню Знаний, 1 сентября. А еще ранее между главой республики Рашидом Темрезовым и директором Курчатовского института Маратом Камболовым была достигнута договоренность об участии Карачаева-Черкесии в образовательном проекте. Стартовой площадкой выбрали гимназию 19, на базе которой и был сформирован курчатовский класс. Как он функционирует, решила на месте узнать директор департамента образовательной деятельности и молодежной политики научно-исследовательского центра Зоя Чернышева. Курчатовские классы – это классы, которые имеют то самое междисциплинарное естественно-научное направление. Это, безусловно, физика, химия, биология. И в этом году мы сосредоточили свое внимание именно на учениках седьмых классов. Здесь все объяснимо. Седьмой класс – это тот именно, та параллель, где начинается изучение физики как предмета уже как такового. Ребята к этому возрасту так или иначе знакомятся хотя бы с основами химии. Биология им известна еще из курса окружающего мира начальных классов. Плюс пятый-шестой класс – это ботаника, зоология. И именно в седьмом классе ребята начинают уже осознанно задумываться о том, что же им по-настоящему интересно в жизни. В рамках проекта «Курчатовский класс» одноименный институт передал 19-й гимназии специальное оборудование для оснащения профильного кабинета физики. Оно предназначено для обучения школьников как на базовом, так и на профильном уровнях. Кстати, гимназия будет работать как ресурсный центр Черкеска и всего региона. Как говорится, дальше больше. Появится возможность организовать обучение и консультирование педагогических работников образовательных организаций, оказывать информационно-методическую поддержку по вопросам использования учебного и научного оборудования. Это общеобразовательное учреждение станет площадкой для организации междисциплинарных практикумов и обеспечит поддержку проектной и исследовательской деятельности учащихся, которые в будущем смогут поступить в лучшие вузы страны по соответствующим направлениям. Как было сказано на встрече, пока таким экспериментальным классом станет один из седьмых классов гимназии, учащиеся которой будут проходить профильное обучение до окончания школы. Именно в этом возрасте наша с вами задача, коллеги, раскрыть максимально талант ребенка и дать ему возможность с нашей с вами помощью, поддержкой определиться в дальнейшем пути. НИЦ Курчатовский институт, реализуя проект «Курчатовские классы» в субъектах Российской Федерации, взаимодействует не только с образовательными организациями, где реализуется проект. Мы выстраиваем сеть взаимодействий, как уже сказала Инна Владимировна, именно поэтому мы сотрудничаем и разрабатываем план совместных образовательных мероприятий с вузами, партнерами, которые находятся в субъектах, и которые как раз и выстраивают вместе со школами ту самую вертикаль. И ребенок понимает в дальнейшем, а куда, в какой вуз может поступить после завершения обучения в Курчатовском классе. По словам московской гостьи, НИЦ Курчатовский институт также реализует программы дополнительного профессионального образования для педагогов Курчатовских классов. Так, в августе этого года на базе института прошли первые курсы повышения квалификаций для учителей, которые уже начали работать по этим программам. Безусловно, это должно положительно сказаться на развитии научно-технических способностей школьников при углубленном изучении физики как основного профильного предмета, а также химии, биологии и даже азофро-пототехники. Проще говоря, в нашем регионе появится собственная кузница молодых квалифицированных специалистов в сфере науки и техники. Зоя Николаевна привела пример успешной реализации программы на базе самого института в Москве. Это детский технопарк, который был открыт в сентябре 2018 года. На его базе сотрудники института обучают школьников биоэнергетики, 3D-технологиям, робототехники, нанотехнологиям и микроэлектроники. В технопарке имеются лаборатории естественно-научных исследований, нейрокогнитивных, энергетических и информационных технологий. Наверняка и в школах Карачаева-Черкесии много заинтересованных ребят, которые мечтают стать в будущем такими, как Курчатов, Королёв, Келдыш. Было бы желание. Светлана Килба, Андрей Дорошенко. Итоги недели.